Успешное создание искусственного интеллекта станет самым большим событием в истории человечества. К сожалению, оно же может оказаться и последним, если мы не научимся избегать рисков. Так говорил еще 10 лет назад выдающийся британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Он считал, что недооценка угрозы со стороны искусственного интеллекта может стать самой большой ошибкой в истории человечества. Здравствуйте! Скажу сразу, что немногие современные ученые, исследователи и изобретатели разделяют мнение ныне покойного профессора. И его пессимистическое видение будущего человечества. Я напоминаю об этом для того, чтобы не разочаровать своих соотечественников и не настроить их, то есть вас, уважаемые зрители, против одного из важнейших процессов, происходящих в Кыргызстане. Я имею в виду процесс масштабной цифровизации и внедрения информационных технологий. Новые технологии коммуникации, электронный документооборот, учет трудовых ресурсов и отчетность компаний, оказание услуг населению, снижение, а в перспективе и полная ликвидация бюрократии. И это только тысячная доля огромных ожиданий от цифрового Кыргызстана. Налоговое администрирование, таможенное оформление, лекарственное обеспечение, движение финансов, материальные ценности, запасы природных ресурсов и их разработка, инвестиции и работа с партнерами, промышленное и жилищное строительство и уровень качества возводимых объектов, конечно. Медицина и сфера образования, туризм и спорт, правоохранительная и судебная системы, агропромышленное производство и логистика. Одним словом, все в нашей стране должно быть охвачено высокими технологиями, все должно быть компьютеризировано и оцифровано. Это значительно облегчит жизнь людей, граждан, живущих на благодатной Кыргызской земле. О том, что на данный момент уже сделано, что делается и что еще будет сделано в ближайшей перспективе в плане цифровизации страны, сегодня пишут, рассказывают все или почти все средства массовой информации. Министерства и ведомства отчитываются о проводимых мероприятиях и достигнутых результатах в этой области. Многие из них уже в состоянии предложить реальные услуги населению в электронном виде. Все это легко можно найти в интернете в открытом доступе. Поэтому нет нужды мне повторяться и перечислять цифровые успехи государственных организаций и учреждений в преодолении той же бюрократии, например. Пенсионерам, скажем, уже не надо ходить по разбросанным повсюду конторам соцфонда и социальных служб и выстаивать там очереди, чтобы попасть на прием к чиновнику. Все пенсионеры внесены в базу данных и соцфонда, и Минсоцтруда. Есть электронные общественные приемные на сайтах ведомств. Или, например, регистрация лекарственных препаратов. Дело всегда считалось и наверняка было коррупционным. Встреча представителя фармкомпании и чиновника – это всегда разговор с глазу на глаз, соответствующий откат и только затем регистрация и беспрепятственное движение лекарственного средства по республике. Электронная регистрация и единое окно противостоят этой коррупционной схеме. Цифровые технологии на службе государства против коррупции. Разве это не оправдывает себя? Вообще, надо сказать, что одной из важных целей цифровизации деятельности государственных структур является противодействие коррупции. Схема «чиновник-проситель» до сих пор является одной из главных в коррупционной составляющей госструктур. Например, у чиновника есть нечто, что жизненно важно и необходимо гражданину. Но без определенного жеста благодарности гражданин это самое нечто получить не может. Следует намек чиновника на ожидание благодарности, уточнение размера благодарности в разумных, конечно, пределах, и сделка завершается ко взаимному удовольствию. И что же в сухом остатке? Стороны удовлетворены и страдает только статус государственной структуры. Ну и моральный флажок чиновника, конечно, падает ниже плинтуса. Но чиновники, судя по всему, люди не гордые, когда дело касается вздаимства. И моральный индикатор для них, очевидно, не самое главное. Цифровые технологии общения с государственными структурами во многом исключают личное общение чиновника и просителя. А потому, надо полагать, в определенной степени противодействует реализации коррупционных схем по данной классической формуле. Хотя, думаю, что лазеек для проявления коррупционных интересов в системе государственного управления более чем достаточно пока еще. Но, надеюсь, что ключевое слово здесь – пока. Потому что эра цифровизации в Кыргызстане только начинает набирать обороты. Маховик раскручивается, и определенно наступит время, когда остановить его уже будет невозможно. Всеобщая компьютерная грамотность, технологическая оснащенность вплоть до самой дальней региональной глубинки, новейшие цифровые программы, оказание государственных услуг, технология решения сложнейших производственных задач, онлайн-обучение и онлайн-консультации в системе здравоохранения, например, создание и совершенствование робототехники, подключение искусственного интеллекта к организации и контролю многочисленных цифровых задач и технологических решений. В перспективе, в любой точке страны, любой гражданин, имея доступ к цифровым технологиям, может обратиться за помощью к искусственному интеллекту, выполняющему, скажем, роль электронного диспетчера или топ-менеджера цифрового благополучия, и тут же получает ответ и возможные варианты решения озвученной им проблемы. Фантастика, сказали бы мы еще вчера, но не сегодня. Сегодня все это уже находится на стадии реализации, мы уже близки к этому. Возможно, кто-то из нас еще не ощущает цифровое будущее в полной мере, но это только потому, что развитие человека – это все-таки результат длительной эволюции, а развитие цифровых технологий – это то, что создается сегодня, а завтра уже совершенствуется, развивается, переформатируется, перепрограммируется. Цифровые технологии, искусственный интеллект, как перспективный топ-менеджер, поможет решить очень многие проблемы на Земле, в том числе проблемы восстановления природы, вопросы голода и бедности, вопросы мира и международной кооперации. Вместе с тем, цифровые технологии, искусственный интеллект – это то, что в перспективе идет к саморазвитию и совершенствованию, к самостоятельному изучению проблем на планете, к поиску путей решения этих проблем. Такова природа искусственного интеллекта, смысл его развития. Если когда-нибудь при решении проблем на планете Земля искусственный интеллект вдруг сочтет человека источником этих самых проблем, он, спасая планету, очевидно, уже не станет задумываться о судьбе человечества. Именно о таком развитии искусственного интеллекта и цифровых технологий беспокоился профессор Кембриджского университета Стивен Хокинг. Но пессимизм и апокалипсис в предсказаниях профессора Хокинга вряд ли может и должен противостоять развитию информационных технологий. Цифровизация жизненного пространства в 21 веке – это все равно, что электрификация и развитие энергетики в 20-м. Это требование времени, это насущная необходимость для человечества. И ничего, что несмотря на все итоги проводимой сегодня работы, мы в нашей республике пока еще находимся на начальной ступени технологического прорыва. Зато мы имеем все возможности и ресурсы для того, чтобы в ближайшем будущем достичь полной цифровизации на основе самых высоких информационных технологий. Благо изобретать велосипед не приходится, ведь все это уже есть и вполне исправно работает во многих развитых странах. И у нас этот процесс уже запущен, он уже работает и дает свои положительные результаты. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok